В Ульяновске прошел Всероссийский детский фестиваль по керлингу. К нам съехались 27 регионов от Калининграда до Камчатки. 32 команды боролись за высшие награды. На церемонии открытия с приветственным словом выступил министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Скобелин. От лица Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области и себя лично рад приветствовать, прежде всего, конечно, наших юных участников, тренеров, гостей нашего города. Хочу поздравить вас с открытием этого замечательного соревнования. Керлинг – это спортивная командная игра на льду. Каждая команда поочередно толкает камень в сторону размеченной на льду мишени дома. Выигрывает та команда, у которой больше камней с центром. Чемпионат прошел по системе шенкеля. Это позволило каждой команде сыграть по пять игр. Сначала у нас была жеребьевка. На собрании команд первая игра прошла по жеребьевке. И далее матчи будут между командами соседнего рейтинга. То есть рейтинг номер один будет играть с рейтингом номер два. И после каждого тура у нас будет, соответственно, перегруппировка команд и новый рейтинг. В командах по четыре участника. В каждой есть скип, вице-скип, первый и второй. Все спортсмены по очереди либо толкают камень, либо трут щетками. Скип, он же капитан, играет ведущую роль в игре. Он является главным стратегом и раздает поручения своей команде. Есть капитан, он стоит четвертым номером. Он ставит цель, куда надо кидать камень. Капитан принимает решение, он ставит в определенное место и ставит определенное вращение. Несмотря на то, что керлинг ульяновский только развивается, наши спортсмены уже участвовали в межрегиональных соревнованиях и показали хорошие для новичков результаты. Мне очень хочется отметить нашу восьмую школу. Это впервые в России дети, которые составили специализированный класс по керлингу. Их 28 человек. Конечно, мы выбрали самых сильных. Это будут две команды. Они нас сегодня, наверное, удивят. Я очень надеюсь, потому что ребята готовились несколько месяцев. Победители соревнований определились в четырех группах по уровню сложности. В золотой группе первой стала команда из Московской области. В серебряной золото у Самарской области. В бронзовой группе победили спортсмены из Уфы. В четвертой группе первые стали керлингисты из Томской области. Ульяновская область стала третьей. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова